доброго времени суток youtube здравствуйте гости и подписчики моего канала сегодня у меня на обзоре будет катушечка от фаворита hurricane или как если перевести ураган вот эта катушечка не моя я ее не покупал мне ее пришла как я уже говорил анонсировал предыдущих видео миша лезов вот эта катушечка спасибо ему большое скажу больше эта катушка не новая она прошла то его миша ее купил немножко уже бушную и тем не менее это интересно хотя больше чем уверен таких обзоров на ю тубе куча но что я хочу сказать вот как бы по этой катушечке у меня же есть еще вот это вот катушенция вот которая кита йозик которая ну я не помню там правильно выговорить я напишу и вот мне в связи с этим интересно ну как бы сравнитель сравнить эти катушки да то я бы назвал это так сравнительный обзор поэтому мне интересно ну вкратце об этой катушечке значит она 2000 размера с к вот что тут у нас производитель максимально 16 либра 8 килограмм чуть меньше 7 на фрикционе 10 плюс один подшипничков ну один это такое то скорее всего не считают как японцы обгонную муфту подшипников но 10 подшипников тоже немало вот весь вес 258 начнем с того что я сейчас покажу во всяком случае мне на так пришла с этим самым вот так вот как она есть притом было так сделано миша отправил ее одному человеку на то вот этот человек сделал то и прислал ее мне и вот я ее как бы сейчас буду обозревать если можно так выразиться уже после техническое обслуживание вполне очень приличная коробочка ну что я могу дальше сказать наверное все таки сразу начну с веса то есть 258 грамм заявляет производителю час мы эти 258 грамм и проверим вот на на весах действительно ли это 258 грамм вот будете смеяться ровно 258 так ради эксперимента еще разочек 258 вот если кто там фомаге верующих могу как бы в следующем видео снять камеру показать вот но смешно обычно как бы ну редко бывает такое что катушечка вот сколько заявлено бывает у меня были случаи легче чем заявил заявил производитель бывает тяжелее вот но вот так вот начну сам самого главного ну внешний вид это конечно тут это не тоже не второстепенно но вот на мой взгляд самое главное это вкручивающаяся ручка катушки вот это вот вещь которая отличает на дорогих сегментах ну или скажем так сегментом уже сегментов уже средней ценовой категории то есть в чем кайф вот от этой ручки в том что здесь отсутствует люфты то есть люфт который обычно идет у ручки которая складывается или вот здесь вот закручивается винтом это однозначно тут этот узел как бы не люфтит тут начинается люфт если будет люфт уже в самой главной паре значит по внешнему виду катушечка выглядит ну богато по-другому не скажешь всевозможные вот такие вот как вот здесь вот тюнинговые переливающиеся не знаю там покажет камера нет вставочки черно-красный дизайн в общем ну сказать что она красиво выглядит это ничего не сказать матовый черный корпус кстати говоря корпус из углепластика как заявляет производитель вот углепластиковый же и сам ротор кстати ротор ну видно дизайн откуда взят это чистая дайвочка вот ролик лескоукладывателя анти захлестный сейчас посмотрим чего там и как ну тоже это концепция дайвы вот такой вот ролик вот ручка конечно очень красивая очень все путем ну естественно стопор обратного хода так по люфтам минимальный есть по фрикциончику сейчас разберемся потому что ухты ухты нифига себе сколько этих самых оборотов до условного ряда прокручивания да то есть сами видите вот смотрите вот слышите работа фрикциона и вот сколько оборотов я сделаю до полного зажатия ну там производитель вот рассказывать что тут несколько карбоновых шайб как на более дорогих моделях я мы посмотрим что там что там под шпульном узле ну это такая тоже от дайвочки взята все как положено стоит подшипничек это очень радует то есть условно говоря я так смотрю фаворит недолго изобретаю как бы не фаворит металлическая вставочка внутри вот так выглядит шпулька изнутри фаворит недолго думая взял и сделал правильное решение на мой взгляд то есть он взял лучшие варианты от того чего есть на рынке и воплотил ее своей катушечки ну разбирать ее не буду смысла я в этом не вижу по двум причинам как бы нечего там делать тем более катушечка только-только прошла то есть она смазана там скорее всего все подставлено люфтики шмуфтики сам все это будет в отличном виде ну плавность хода старт нормальный конечно я не скажу что она абсолютно бесшумная но опять же вот с этими шумами я не знаю вот мне в комментариях пишут много всего таких вот происходит да а вот я купил такую катушку а там шумит а я купил катушку за 300 баксов она тоже ребята это механизм это прежде всего механизм любой механизм который создает движение или участвует движение вот тем более тут передаточное движение от одного движения много движений да то есть есть передатка не шумит только то что находится в состоянии покоя все что находится в состоянии движение скольжение и так далее и тому подобное все создает шумы другого не может быть поэтому к этому надо износиться и относиться изначально правильно то есть если вы думаете что есть какая-то супер катушка там за 10 тысяч долларов которую взял крутишь ее не слышно так это извините ребята механические швейцарские часы слышно так это часы это не катушка в общем еще раз выскажу свое личное мнение может со мной многие там не согласятся но это но оно мое я вам его выскажу если я прихожу на рыбалку кручу катушку и ничего не слышу или скажем так я не обращаю на это внимание значит катушка работает хорошо а дома когда идеальная тишина у меня правда не идеально гудит там системный блок ну ладно не в этом суть а дома когда ты там крутишь под ухо это механизм он и должен шуметь какой механизм не шумит объясните мне телевизор не шумит потому что там нет механических деталей которые бы крутились и создавались эти ну аэродинамические или любые другие шумы а тут даже движение воздуха и тоже должен быть шум ну ладно это так вот в общем ход плавненький я не скажу что он идеальный там да но катушка ж была в этом самом в пользовании если вот их сравнивать да кстати говоря визуально особенно по ротору да мне кажется близнецы братья мне просто интересно кстати я сюда не заглядывал что тут подшпульном узле но тут конечно попроще ничего не могу сказать тут попроще подшпульный узел тут крепление да то я уже хотел было шпулить с одной на другу но есть вариант померить диаметр шпуль чего я сейчас и сделаю так что у нас на этой катушенции 44 ну и 3 или 44 и 5 все-таки погрешность ну такое же кстати говоря я васину катушку не взвешивал мне самому интересно сейчас ее тоже взвешу чего она и сколько весит вот была шайбочка регулировочная регулирующая намотку кстати говоря намотку на этом китайчике вы можете видеть но я не скажу что супер идеальная но очень близкая к идеальной не знаю как мотает это но намотаю я все-таки надеюсь я не знаю если опять же лед 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 господа а там как говоримся с мишей 262 и 8 десятых против против 258 ну незначительная незначительная мне кажется все дело вот в плече ручки тут вот в одна китайца ручка помассивнее за счет вот этих вот нескольких грамм вот она как бы и тяжелее у китайчика старт легче легче старт но это скорее всего за счет того что он уже разну им пользовались ловились после каждого т.о. катушечка должна ну погоняться так в принципе в принципе очень приятный внешний вид легкий ход конечно слышно главную пару не знаю то ли она не притерлась еще то ли не знаю но немножко слышно на быстрых оборотах на медленных оборотах повторюсь вот как бы на рыбалке вы ее слышать не должны вы ее скорее всего слышать не будете немножко есть но опять же катушка совершенно новая ну это конечно это немножко лучше потому что тут тут совершенно новая катушка там буквально несколько рыбалок буквально несколько рыбалок Вася с ней сделал и я одну рыбалку сделал погонял ее немножко вот но вообще конечно обе катушки очень достойны по фавориту скажу так она выглядит вот как на ультралайт и должна выглядеть если допустим вес ее 258 грамм это конечно не ультралайтовый вес хотя если палка очень длинная то 258 может оказаться даже и мало ну это не ультралайт это лайт хорошая катушечка для лайта миша я тебя поздравляю с приобретением вот я думаю после экси и шмекси или что там у тебя было после я думаю после я не помню какая катушка была у миши до этого я думаю миша сам напишет вот ну это будет поприятней поприятнее однозначно не знаю получится у меня ее погонять скорее всего получится если поедем на форельку я попробую с ней если не поедем посмотрю посмотрю очень приятно что здесь меленькая шпуля то есть я не знаю была ли в комплекте тут может быть есть может быть нет меленькая шпуля я имею ввиду вторая запасная но то что сюда не надо подматывать беккинг это уже приятно и самое основное за что можно простить все это вот это вот все таки вкручивающаяся ручка вкручивающаяся ручка это это очень большой плюс любой катушки которая не среднего сегмента а я специально посмотрел в интернете они сейчас стоят там порядка 1300 вот 1400 гривен вот вот такое вот поэтому скажем так за такие деньги условно говоря за 50 баксов получить нормальный узел который вот здесь не будет люфтить это уже как бы плюс что будет дальше я не знаю сколько она прошла уже рыбалок или там сколько ей ловили сколько ей будет ловить миша мы потом узнаем позже глядишь может быть тоже посмотрим на нее через год все зависит от мишани мишаня выслешь через год то есть на следующую зиму снимем еще один обзор а может сам снимешь и расскажешь как тебе эта катушечка в общем вот такая вот катушка пришла мне для обзора от миши лезово за что ему большое спасибо мишаня буду тебе назад отправлять обязательно там каких-нибудь вкусностей от себя я тебе набросаю вот если кто уже ловил а ловили скорее всего многие можете написать в комментариях свое мнение об этой катушечке но я думаю что во всяком случае ценовой категории в которой она мало найдется катушек ну сравнимых почему потому что я же говорю вкручивающаяся ручка вот и облегченный ротор но я не знаю вот говорю вот этих сравнивать одна совершенно новая после того у этой конечно поплавнее ход ничего не могу сказать чем у этой опять же все может разработаться про люфты это такое ну минимально возможно есть так он везде есть я же говорю что тут нет тут подогнана конечно вообще без люфта вообще вообще тут минимально возможный такой люфтик присутствует да немножко есть конечно но это так если прикапываться да я же говорю что самое основное если на рыбалке тебя катуха не не напрягает то можно как бы на все это дело наплевать а дома в тишине там возле ухо ах у меня здесь ах у меня тут ребята купите катушку литую которая вот не крутится ничего тогда она будет тихая вообще не услышите как на этом такой в обзор покрутил и рассказал закончу если удастся половить потягать не знаю может быть еще выскажу свое мнение но отдельно не буду снимать а в каком-нибудь видео добавлю если вмешание не не продаст ее за это время а на следующий год миша пришлюсь ради бога снимем чего-нибудь расскажешь сам спасибо за внимание часто меня опять спрашивают про сустейн вот скоро сниму про сустейн который уже уже больше года у меня на этом все всех с наступающим старым новым годом всем здоровья удачи трофейных рыбалок всего самого хорошего до свидания до новых встреч